Алина, я рад вас приветствовать в эфире вашего YouTube-канала. Добрый день. Я также рад приветствовать всех наших зрителей и слушателей, как новых, так и уже постоянных. И каждый раз я напоминаю вам о том, что наш канал всегда рад вашей поддержке, которую вы можете оказать по реквизитам, указанным в описании видео, а также сегодня вас приветствует кот Алины Витухновской. Посмотрите на этого красавца, точнее красавицу. Сегодня я хочу выступить в эфире. Он, кстати, является основным сборщиком донатов. Он следит за всеми темами. Он очень внимательно слушает, читает ваши вопросы. Вот посмотрите, насколько он вообще серьезен. Да. Да, он это подтверждает. Ты рад нашим слушателям? Вот. Присылай для нас. Замечательно, да. Застеснялся. Ну, так бывает. Застеснялся. Ну что, кот, а мы отпускаем. Да. Кот идет заниматься кошачьими делами, а мы занимаемся нашими. Итак, первый вопрос Алине. Алина, как вы относитесь к смертной казни, эвтаназии и ограничению избирательных прав? Ну, имеется в виду возрастные ограничения избирательных прав. Ну, во-первых. Да, да. Ну, во-первых, некорректно все это сваливать в одну кучу. Смертная казнь недопустима, это варварство. Эвтаназия возможна и необходима, но только по медицинским показаниям. В принципе, эвтаназия – это признак цивилизованности. В том случае, конечно, если жизнь становится невыносимой. Что касается ограничений избирательных прав, то это антидемократическая инициатива и, в принципе, унижающая человека идея. Я категорически против. Мы переходим к следующему вопросу. Несколько раз прослушал уважаемую Алину Александровну и при ответах на разные вопросы выделял узловые реперные слова. Репутация, доверие, слово как оружие, радикально иные, взрыв реальности и так далее. И вот мой вариант смысловой обвязки этих реперных точек в динамический смысловой конструкт. Уважаемая Алина Александровна, есть опасность, что вы можете не понять сказанного мной по причине большой неопределенности моих формулировок, но скажите, пожалуйста, была бы для вас интересна технологическая система, при которой репутация становится материальной и энергетической силой абсолютно категории капитализации, наподобие какого-либо индекса Доу Джонса или Насдак, которая взорвет реальность и в которой, в свою очередь, слово станет оружием, ибо радикально иной станет доверие, радикально иным, наверное, станет доверие людей друг к другу. Повторяю, под эта формула сказана не в фигуральном смысле этого слова, но абсолютно технологически выверенной, подтвержденной многолетним опытом и практикой. Система новых экономических моделей человеческого поведения. Но, по правде говоря, Алина Александровна, она страдает одним большим недостатком. Эта система в корне отрицает ваш БОД, то есть, безусловно, основной доход, как свой краеугольный антипод. Алина? Такая, то есть, описанная вами система уже существует на Западе. Если не в идеальном виде, то, в принципе. Если там какой-то высокопоставленный человек сморозит какую-то глупость и чушь, его просто перестанут покупать, его акции тут же подбудут в цене, его социальный капитал, его социальный статус резко изменится. Еще, кстати, не происходит у нас, потому что у нас нет института социальной репутации. Что же касается БОД, тут весь вопрос поставлен и составлен неправильно. Никакого противоречия здесь нет. БОД – это кредит доверия, который выдается для того, чтобы человек мог просто физически выживать. Хочешь жить лучше, становись профессионалом, идти в бизнес, возможностей массы. Никакого противоречия я не вижу в принципе. Мы переходим к нашему следующему вопросу. Уважаемая Алина Александровна, я рад вашему изящному и с изрядной долей юмора ответу о премии. Позвольте другой вопрос. Были ли в вашей творческой жизни моменты, когда приходилось сжигать свои рукописи? Общеизвестно, что так поступил в остром душевном кризисе Гоголь, второй тон «Мертвых душ». Так поступал в пору острых опасностей Александр Сложеницын. Киносценарий «Знают истину танки». Благодарю за ответ. Ну, не сжигать, а уничтожать. Здесь опять мы встречаемся с образом писателя, как такого полудушевно больного, метущегося полупсихопата с перепадами настроения. Я это делала совершенно сознательно, потому что моей целью является идеализация как собственной биографии, соответственно, так и собственных текстов. Если какие-то тексты по качеству просто плохи, то почему бы их не уничтожить? Какого-либо надрыва, страданий и слёз в связи с этим у меня нет. Ну, мне вообще… Тут вообще странная история. Я столько вложила в литературу, сколько ни один из известных мне авторов, что касается, на самом деле, такой нелюбимой нами темы, как страдания. У меня был текст «Через пытку», я не раз о нём говорила. Есть книги «Собака Пауэлла», есть, кажется, где-то ещё, о том, как пишутся тексты. Это был текст Фику Ролану Барту, который писал об удовольствии от текста. Для меня письмо было колоссальным страданием, и в детстве я писала, вначале было не слово, а вначале была боль. И тут как бы казалось бы, что наоборот, ты вложил в это столько… Душевных сил звучит пошло. Столько реального страдания, столько физической, буквально, боли, столько психического напряжения, но у тебя нет какого-либо трепета по поводу, например, какого-то отдельного своего текста. Ты или ты… Я читаю каких-то поэтессов. Она не помнит своих старых текстов, но свои старые тексты, как правило, помнят графоманы или перечитывают их также. Я тоже не помню, помню только какие-то хиты. И у меня есть некая дистанция между мной и моим текстом, потому что та степень страдания, которая осуществлялась раньше, написание текста несопоставимо с жизнью. И повторюсь, как ни парадоксально, это не привязывает меня, это было бы слишком по-русски в плохом смысле слова, это не привязывает меня к моим текстам, а наоборот делает меня несколько такой деперсонализованной, дереализованной от них, но я говорю эти слова не в психологическом значении, как метафоры. Алина, богатый внутренний мир вместе с уроками литературы. Какова была бы ваша современная программа для старшеклассников? Произведение, пожалуйста. Ну, я, наверное, это не тот человек, который должен создавать специальные программы. Мне кажется, что вообще люди должны считать то, что им хочется, а не по программе. Но так это будет вкусовщина, пожалуй, Набоков, Платонов, Аскар Уальт, Замятин, Бальзак, Мопассан, Флабер, Вольтер, Монтейн. Тот же Карл Шмидт, чтобы знали, откуда Дугин все наворовал и насколько это все было написано совершенно иначе. Диккенс, Шекспир, Камью, Сартер, Сорокин, Ясама, Масодов из поэтов. Это будет Парщиков и Евгения Ритца, которые мало говорят, а надо говорить многое. Алина, а как Вы считаете, кто раньше пересекает реку Стикс, профессор Соловей или тот, кого он туда постоянно отправляет? Ну, вопрос довольно циничный. Человек, который что-то кому-то пророчит, примеряя на себя одежду пророка, не должен забывать о том, что рок существует ровно так же и для него. Это опасные игры, ну, для тех, кто в них верит. Я, например, не верю ни в рок, ни в судьбу, но я и не занимаюсь пророчествами а-ля Соловей, который, честно сказать, мне кажется, произошло значительное интеллектуальное падение всей его посреды, всех ломов, почти всех, многих, да? Потому что тот Соловей, который был пять лет назад и который сейчас, это два разных человека, это действительно какой-то полуафериста с бабочкой. То есть, может, и тот был аферист, но он был профессионал. Тут мы не видим профессионализма, тут мы видим попытку обмануть, тут мы видим постоянные повторы, постоянное надовлетение, интриги там, где её нет, вымученная попытка приблизить к себе аудиторию, пробуксовывает, пробуксовывает профессор Соловей, безусловно. Друзья, все, кто нас сейчас смотрит и слушает, а также будет это делать в записи, я напоминаю о том, что помочь развитию нашего ресурса можно по реквизитам, которые указаны в описании этого видео. Также обращаю ваше особое внимание на короткую ссылку на YouTube-канал Алины Витухновской, которую также найдёте в описании. И вот эту самую ссылку мы очень просим вас распространять как можно шире среди ваших знакомых и в ваших соцсетях. Далее, вопрос Алине. Вы так нетерпимы к физическому несовершенству бодипозитиву и весьма снисходительны к отклонениям неврологическим? Например, депрессию за болезнь не считаете, почему так? Так, ну тут опять вопрос, составленный тенденциозно и неправильно. Вы так нетерпимы, как начинается вы так нетерпимы? К физическому несовершенству бодипозитиву. К физическому несовершенству бодипозитиву. Вот, смотрите. К физическому несовершенству я терпима, если оно не касается лично меня. Я нетерпима только к своему личному физическому несовершенству. Чужое тело, чужое дело меня не касается. Но тенденция бодипозитива мне не нравится, потому что она создает несчастных на самом деле людей, которые, как вот я в детстве очень хотела быть красивой, а мне говорили, ну вот это уже рассказывала, как бабушка говорила, говорите, девочки, что она красивая, да, этого достаточно. То есть этим никто не занимался. Представления о красоте, которую мне навязывали, были связаны, скорее, с искусством, где, в общем-то, не было красоты в том смысле, в котором его предлагает тот же гламур, а гламур и предлагает настоящую красоту. Вот когда я увидела первый гламурный журнал, я видела настоящую красоту. Я её видела до этого и в жизни. Я видела девушек и мальчиков, которые выглядели так же, как люди на обложках гламурных журналов. Поэтому не гламур придумал красоту. Он ориентировался на некие нормы, на некие концепты, строения, формы, на то, что действительно работает, отличая от там рубинсовских красавиц или девушек, модельяне, которые меня никак не трогали и на которых я никак не хотела быть похожи. Поэтому этот вопрос задан совершенно некорректно. Дальше идёт о моей терпимости к неврологическим отклонениям. Нет, простите. Я говорю лишь о том, что не все диагнозы являются настоящими. Многие из них являются социальными конструктами, задачей которых является подогнать, сделать у человека такой рабочий винтик, сделать из него такого бессубъектника, который не должен приносить проблем другим. А вот если проблемы у него, это никого не касается, лишь бы на работу ходил и на митинги не ходил. А что касается, например, депрессии, да, депрессия в той стадии, когда человек не может встать с постели и хочет нажить на себя руки, это скорее болезнь. А депрессия, когда у человека дурное настроение, что он меланхоличен, что он не особо-то любит жизнь, вот такой его склад характера. Нет, это не болезнь, это скорее склад характера. Либо депрессия может быть социальной болезнью, потому что когда человек хочет жить плохо, то есть, простите, хочет жить хорошо, живёт плохо, это порождает невроз. Ну, между неврозом и депрессией, в общем-то, тонкая грань. Является ли невроз болезнью? Да, социальной, вы сами создаёте эти обстоятельства. Вы называете человека невротиком, потому что его не устраивает существующая реальность, но вашей задачей является не улучшить существующую реальность, а сделать так, чтобы он эту реальность терпел и не рыпался. Вот, собственно, и всё. Что касается ещё раз бодипозитива, так бодипозитив сам по себе можно считать неврологическим отклонением, только в данной ситуации мы имеем дело не прямо с неврологическим отклонением, а как раз с его легализацией как нормы. То есть нам говорят, что быть непонятным таким каким-то неухоженным – это нормально. Но заметьте, что как раз, и это, кстати, классическая психиатрия, удивительно, да, как раз сумасшедшие, часто неопрятные. Вот вам подумать, да, что же такое бодипозитив и что же такое психические расстройства на самом деле. Действительно, есть над чем подумать. Итак, наш следующий вопрос Алине. А что, на ваш взгляд, происходит с оппозиционными СМИ? Тут я нахожусь в двойственной ситуации, потому что, как человек, имеющий к ним отношение, я должна говорить, что всё нормально, но мы не должны обманывать сами себя. Нет, не всё нормально. Я считаю, что происходит действительно, на примере Славья, происходит серьёзная интеллектуальная деградация, всё сказано, то есть это опять постмодерн, в котором считалось, что всё сказано. Но здесь всё сказано по факту. Здесь всё сказано политически. Ситуация развивается медленно и не в лучшую сторону. И по этой ситуации также всё сказано. И ошибочных вещей, и правильных вещей, и умных, и глупых, и красивых, и некрасивых. И как-то всё зависло и застыло, и я вижу, что мне кажется, что оп-каналы теряют свою популярность. Есть везунчики, которые, большей частью, они находятся за границей, и это прекрасно. Я считаю, что это лучшая локация. И они, объединяясь, и дайвая интервью друг к другу, и вступая в контакты друг с другом, как бы зарабатывают, и пиарят друг друга. И у них масса просмотров. Но блогеры, находящиеся в России, такой возможности лишены. Либо эта возможность сопряжена с суперрисками. Вы, конечно, можете давать интервью условному дудю, инагенту, и прочим инагентам. Но тогда ваши шансы что-либо делать становятся минимальны. Потому что на вас тоже накладываются какие-то юридические санкции. Это всё, конечно, это не то чтобы страшно, это страшно неудобно. Что интересует политика? Политика интересует функциональность. Здесь, да, мы оказались в ситуации, когда наша функциональность ограничена со всех сторон, но большей частью, извините за мой материализм, она упирается в ресурсы, в локацию. Именно поэтому я так часто говорю о ресурсе. Чтобы заниматься какой-либо деятельностью, даже вот в таких условиях, ресурс тоже необходим. Это к вопросу о донатах, за которыми следит наш котик, и который им очень радуется. Алина, расскажите о ваших поездках и публикациях в Германии, о людях, об атмосфере, об отношении к вам. В Германии я была много раз, это, пожалуй, самая комфортная страна для меня. Была я тогда, конечно, когда к России было иное отношение. Воспринимали меня где-то примерно как что-то близкое, наверное, к Сорокину. Такая книга была там издана. Германия — это прекрасное место для литератора в том смысле, что ты ничего не должен делать, сам всё делаю для тебя. Все пресс-конференции, встречи с журналистами, интервью с центральными газетами и журналами. Ты везде, ты звезда. За любое выступление тебе платят значительные суммы. Гонорары за книги, вы даже не представляете, какие это гонорары. То есть всё там с литературой так, как это должно быть. Что касается отношений с людьми, у меня там со всеми выстраивались прекрасные отношения. Это очень лёгкая для общения страна. Вообще, мне кажется, что она в некотором роде моя. Алина, каким образом в постпутинской России станет, возможно, адекватная история, взвешенная трактовка событий, происходивших на данной территории, например, со времён Средневековья? И насколько сегодняшняя атмосфера в России напоминает вам это самое Средневековье? Спасибо. Ну, не напоминает, это и есть Средневековье, а адекватная трактовка истории будет только после аналога Нюрнбергского процесса над коммунистами, большевиками, чекистами и так далее. Поскольку пока медиа, пока культурные учреждения, пока учебники истории, всё это не в нашей власти. Ожидать какой-либо адекватности, конечно же, невозможно. То есть, в принципе, да, это произойдёт только тогда и после, когда падёт режим. Алина, и в завершении сегодняшнего видео вопрос о книгах. Какие у вас есть наличия, что можно купить с вашей подписью и что вы готовите к изданию? Так, опять показываю последнюю. «Меланхорический конструктор». Найдена, случайно, это для коллекционеров. «Собака Павлова», но стоит она дорого. «Хит», конечно же, это «Цивилизация хаоса». Эту книгу должен прочитать каждый. Это главная для меня сейчас книга. Кстати, если вы её покупаете и читаете, я буду рада вашим отзывам. Мы будем публиковать их на своих ресурсах. «Чёрная икона русской литературы», издательство «Эстей», с тем самым легендарным письмом Валерии Ильича Новодворской, мне в тюрьму. «Депо», сборник поэзии. Это сборник людей, выступавших в театре на Таганке, у любимого. Я, Вознесенский и многие другие авторы. Ну, тоже, наверное, своего рода раритет. Также, кстати, мы благодарим тех, кто покупает эти книги опытом, поскольку это также помогает развитию канала. И что-нибудь в завершении нашим зрителям и слушателям, Алина? В завершении я прошу вас также распространять ссылки на наши ресурсы. Кстати, не забывайте, помимо нашего Ютуб-канала, про Телеграм, про Фейсбук, про другие ресурсы. Я прошу вас присылать нам донаты, потому что мы целиком и полностью зависим от этого формата и другого способа заработка в данной политической ситуации у нас нет. Я прошу это иметь в виду. Ну и, собственно, всё. Огромное вам спасибо. Спасибо всем тем, кто нас смотрел, услышал. До новых встреч. Спасибо вам. До свидания.